Владимир, вас знают как солиста оперы, мюзикла, концертного исполнителя. Вы очень много гастролируете, проводите интереснейшие мастер-классы. Вы обладатель Гран-при фестиваля как драматический актер. Также вы являетесь автором рассказов, театральной записки, армейские записки, затейливых вовиков, мистических предсказаний. В процессе написания книга «Над облаками всегда солнце». В интернете уже появилась первая часть этой книги, весьма необычная, надо сказать. А что для вас первостепенно? Музыка или литература? Для меня первостепенно слово. Все, что вы перечислили, все мои интересы, будь то опера, драма или литература, есть производная от логоса, от слова. Слово. Помните, в начале было слово. Слово – это то, что наполняет жизнь человека смыслом и творчеством. Это то, что отделяет человека от животной фауны и делает его образоподобным. То, что роднит его с Творцом. Что бы я ни делал, в основе моего внимания всегда находится воплощенное слово. Логос – самая большая загадка для меня. Это несчерпаемый источник вдохновения и творчества. Я и музыку воспринимаю как слово, а слово – как музыку. Музыка как воплощенное слово, по моему мнению, намного более объемно, более информативно, гораздо полнозвучнее. Нужно заметить, весьма проблематично исполнять оперу не на языке оригинала. Я перестаю понимать смысл. Для меня музыка и слово неразделимы и нераздельны. Это единая вибрация. Логос. Его невозможно разделить. Скорее мы разделяем себя, свое собственное сознание. Еще Александр Сергеевич Пушкин сказал об этом в Моцарте и Сальери, устами Сальери. Музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй и гармонию. Разделяют исследователи, ремесленники, мастера, созидают, творят. Когда вдохновение приходит композитору, он просто его фиксирует. Это творческий акт. Творчество от Бога. Переводить же творчество на другой язык. Это уже не сотворчество с композитором и его идеей, а повествование о представлении. О представлении. Творчество исчезает. Понимаете, сколько бы мы не переводили Пушкина на другие языки. Это уже не Пушкин. Так же и с Шекспиром. Нам кажется, что мы знаем Шекспира благодаря Пастернаку, Маршаку, другим авторам. Но это заблуждение до тех пор, пока не прочтем в оригинале. Более того, мы все имеем некое представление о себе, но это не я. Имеем некое представление о Боге, но это не Бог. А всего лишь наше скудное представление о нем в меру нашего уровня восприятия и уровня культуры. А вы всегда много говорите и пишете о культуре. Что означает это понятие для вас лично? Для меня это основной вопрос. Это способ жизни в развитии. В совершенствовании себя и окружающей жизни. Резонанс с природой, с планетой, со Вселенной, с Богом. Академик Лихачев Дмитрий Сергеевич говорил, И эти слова очень важны для православной души. Культура – это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации. Культура – это святыни народа, святыни нации. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства. Однако, ежели проецировать эти слова на день сегодняшний, то картина получается не очень радужная. Я говорю о культуре только потому, что о ней забыли. Образование, как система в России, почти уничтожено. Люди перестали читать. А нравственные нормы государства более чем сомнительны. Когда культура в 21 веке финансируется по остаточному принципу, это, извините, признак современного варварства. Между тем, именно культура является основой любой государственности. Существование государства вне поля культуры не имеет смысла. Об отношении к национальной культуре и вовсе говорить не приходится. Таковое отношение в России просто отсутствует. Есть отдельные энтузиасты, патриоты, которые скорее противостоят общей тенденции разрушения. Они последний оплот национальной культуры. Только на них сейчас и держится то, что составляет основу национального самосознания. По сути, эти люди взвалили на себя государственную задачу. Заботу о сохранении культуры в России. Чиновники же сегодня занимаются прямо противоположным. Уничтожением культурного наследия, образования и воспитания. Они оторваны от земли, от своего народа. А ведь культура это еще и возделывание земли. В самом широком смысле этого понятия. Надо понимать, что без воспитания ребенка, гражданина, человека, все усилия в экономике будут сведены к нулю. Попробуйте сегодня в культурной столице перейти дорогу. Например, Владимирский проспект. Со знаком пешеходный переход, с зеброй, где есть все соответствующие знаки. Это просто опасно для жизни. Если вы водитель, то вы знаете. Современный стиль вождения многих водителей опасен для жизни. Что это? Это результат нашего отношения к культуре. Потому что культура и есть действие твоей души. А как может быть по-другому в стране, где по первому государственному каналу, что не фильм, то про тюрьму. Герой нашего времени – зэк. Когда законы не соблюдаются, не работают. Коррупция тотальна на всех уровнях. Ценность жизни человека и сама жизнь пока что не является главной заботой государства. Когда гражданин боится больше полицейских, чем бандитов. Когда государственная идеология подменяется политизацией церкви, подавлением воли и роли профсоюзов и уничтожением здравомыслия. Это реальность, в которой мы живем. Таково историческое время, выпавшее на наши судьбы. Однако важно помнить, что ни одна из этих проблем не исчезнет сама по себе. Причина всех этих бед – разруха в головах. А лечение от этих недугов, возрождение культуры, нравственности, морали, совести, любви к будущему и прошлому своей страны. Только тогда возникает чувство ответственности и заботы. Только тогда мы сможем называться людьми культурными. Вы работали и работаете со многими известными мастерами. С Минотки, Ростроповичем, Дэвидом Паунтни, Сокуровым, Франческо Замбелло, Дени Криев и другими. Они оказали какое-то влияние на вас? Безусловно. Да, мне повезло. Со многими работал. Со многими работаю. С Дени Криев, например, мы дружим с 1996 года. Вообще профессия певца – это счастливое призвание. Профессия, дающая довольно полное представление о разных культурах. Не только в географическом отношении, но и в историческом. Пение напрямую связано с вдохновением, с духовным постижением себя и мира. В этом отношении актеры, музыканты – великое братство посвященных. Разной степени посвящения, дарования. Однако это люди, которые могут сказать о себе. Нас мало избранных счастливцев, праздных, пренебрегающих презренной пользой единого прекрасного жрецов. Идет постоянный энергообмен взаимный между художниками. Это не обмен информацией тривиальной. Это обмен гораздо более живой субстанцией, более тонких материй, которые сложно объяснить подчас невозможно, пока сам лично не пройдешь этот священный путь к свету, истинного творчества, истинной любви. Что бы вы пожелали своим молодым коллегам, которые только начинают этот путь? Не идти в эту священную профессию за славой. Пение, театр, литература – это способ разговора с Богом. Общение с Богом, молитва. Если ты находишься в состоянии страсти, невежества, а не благости, лучше избрать шоу-бизнес, к примеру, развлекательную его часть, в лучшем случае – мюзикл. Серьезное же исполнительское искусство, литература – это не самолюбование, это постижение. Вообще истинное искусство – это не путь достижения. Это всегда путь постижения. Отчего, по вашему мнению, сегодня не хватает на сцене? Искренности. Искренности и духовной мотивации. И на сцене театральной, и на сцене политической, если хотите. Кстати говоря, именно искренностью меня увлек жанр романса, который в последнее время очень востребован. Конечно, это жанр возрастной, и когда за его исполнение берется незрелый человек, то он сразу как голый король из известной сказки. Это жанр, где важна биография и ансамбль. Романс – это общая картина, которая создается в реальном времени двумя – певцом и музыкантом. Могу сказать, что в этом отношении мне крупно повезло. Сейчас я сотворчествую с Виктором Наумовичем Фридманом, которого считаю непревзойденным концертмистром романсового стиля. Неслучайно великая Алла Баянова очень любила петь именно с ним. Что ж, мы, как всегда, с нетерпением ждем ваших выступлений, и в опере, и в ваших концертных программах, которые все больше похожи на целые спектакли. Спасибо за интервью. Спасибо вам.